Вас приветствует информационная служба компании ИнстаФорекс. Вы смотрите обзор фондовых рынков США за неделю. Американские акции преимущественно росли в пятницу на фоне корпоративной отчетности «Лучшие ожидания». Так, индекс Dow Jones после более сильных, чем ожидалось квартальных данных Microsoft и General Electric впервые за три недели закрылся на положительной территории. Однако при этом падение бумаг Apple привело технологически зависимый NASDAQ к отрицательному результату третью неделю подряд. По итогам недели индекс голубых фишек прибавил 1,4%. В пятницу Dow Jones Industrial Average повысился на 65,16 пункта или половину процента до отметки 13 029 пунктов. Standard & Poor's подяжелел на 0,1% и закрылся на уровне 1378 пунктов, за неделю прибавив 0,7%. Коммунальные услуги и потребительский сектор выросли больше всего. Технологии и финансовый сектор возглавили список аутсайдеров. В лидерах роста среди компонентов Dow Jones оказались акции Microsoft, подорожавшие на 4,6% после того, как крупнейший разработчик ПО сообщил о росте дохода и продаж выше ожиданий, хотя чистая прибыль компании снизилась по сравнению с прошлогодним периодом. Другой компонент расчетной базы Dow – General Electric вырос в цене на 1,2% на фоне доходов за первый квартал, превзошедших прогнозы аналитиков. Прибыль корпорации уменьшилась на 12%, но все же превысила экспертные оценки за счет роста прибыли в подразделении энергетической инфраструктуры. В финальные часы сессии Nasdaq Composite понизился на 7,11 пункта до отметки 3 тысячи пунктов, на 0,2% ниже предыдущего закрытия. На снижение повлияло падение акций Apple на 2,5% до отметки 572,98 доллара за акцию. Удельный вес компании в базе Nasdaq достигает 12%. Бумаги и яблоко дешевели уже третью сессию подряд. С начала года котировки по-прежнему демонстрируют рост примерно на 40%, однако падение на 5,3% на минувшей неделе оказалось для них самым сильным с октября. После рекордного максимума в 644 доллара, достигнутого 10 апреля, котировки потеряли более 10%. По словам Ричарда Росса, аналитика Оэрбах-Грейсон, закрытие ниже 580 долларов в скором будущем может столкнуть цену к уровню в 525 долларов за акцию. С макроэкономической точки зрения, аналитики утверждают, что на рынке сейчас беспокойство инвесторов вызывает четыре вопроса. Перспективы США – способность европейских властей сдерживать долговой кризис от усугубления, умение китайских властей управлять мягкой посадкой экономики и цены на нефть. Таковы были последние изменения на рынках США за прошедшую неделю. Спасибо за внимание и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok